Наверняка вы наблюдали ситуации, в которых происходит неравное противостояние. Начальник и подчиненный, опытный игрок и новичок, взрослые дети, или даже ситуации, где человек в силу своего характера или добрых намерений не может эффективно противостоять доминированию со стороны. Эта информация, безусловно, будет полезна каждому, кто желает сформировать хороший бэкгранд в стрессовых обстоятельствах и повысить свою уверенность в них. Но самое главное, даст ответ на вопрос, как мы попадаем в подобные ситуации и почему. Рассмотрим пример доминации постороннего человека над ребенком, чтобы ответить на вопрос, какие факторы побуждают человека к доминированию в таких ситуациях. Ты меня доводить право имеешь! Тебе только что объяснили, блядь, сука, ты не понимаешь! Основная суть этого видео в том, что взрослым людям не понравилось, где гуляют дети, и решили они это им доказать в достаточно специфической манере, как будто на разборках со своим ровесником соседом. Если захотите посмотреть целиком, ссылку я оставлю в описании. Не знаю полной истории, но из контекста могу предположить, что дети играли там, где хотели, и это не соответствовало желанию посторонних взрослых людей. Поэтому они сочли необходимым отчитать парня в грубой доминирующей манере. Они выбрали такую модель ведения диалога, будто бы мальчик является взрослым, хотя это априори не так, и наделили себя местной властью, потому что ребенок не представляет для них никакой опасности. Такое доминантно подавляющее общение явно не понравилось мальчику, и он попросил к себе уважительного отношения, но в ответ получил агрессию. Давайте оценим место действия людей, пребывающих в этой ситуации. Доминирующая группа 1. Женщина и ее муж, который занимает поначалу пассивную, но давящую позицию. Доминирующий объект номер 2. Женщина-соседка, которая выступает со стороны и занимает больше пассивную позицию, но также давит на ребенка присутствием. Объект влияния. Это непосредственно сам парень. И пассивная группа влияния. Это друзья, которые были с ним, но на видео находятся в стороне и не принимают никакого участия в данном конфликте. Оценка этих условий важна, так как поможет оценить эмоциональную нагрузку, оказанную на мальчика, и даст увидеть наличие поддержки, которая может присутствовать или отсутствовать. Это один из важных моментов формирования психологической устойчивости человека. Ребенок верно оценил правоту и законы своих действий. С этой стороны его позиция была безусловно сильна. Однако он не смог справедливо оценить свои физические и психологические возможности, поэтому, заметив слабину этих двух факторов, женщина увеличила свой напор. Несмотря на слабость ее позиции с правовой точки зрения, она чувствовала свое физическое и психологическое превосходство, обусловленное еще и поддержкой мужа, который стоял позади, поэтому продолжала нападать на мальчика. С самого начала взрослые выстраивают строгую иерархию, которую будут поддерживать и на протяжении всего видео. Попытка вербального давления, создание иерархии благодаря возвышению себя над ребенком. Тебе взрослые люди объясняют? Очередная попытка возвыситься за счет своего надуманного статуса. Они общались с ним, будто со взрослым, подчеркивая свой статус и являясь при этом посторонними для ребенка людьми. Они проявляют агрессию, будто он взрослый, но указывают на то, что он еще ребенок и не может с ними спорить. Это явная логическая ошибка. Это неравноправное общение. Я, конечно, понимаю, мат это человеческий язык. Где ты уже вышел, мать? Прослеживается явное доминирование. Предлагаю подумать секунд пять. Зачем они это делают? Они пытаются подавить волю ребенка к сопротивлению, чтобы легче внушить ему свою позицию и взять над ним контроль. Интересно отметить, что парень, находясь не в равных условиях, несколько раз пытается стабилизировать ситуацию и создать неконфликтную и равноправную модель взаимодействия. Ты бы со мной тоже так не общаешься. Попытка вернуть их в спокойную модель равноправных переговоров. Да будет по-нормальному, я тебе подошла по-человечески и сказала. Отказ от принятия условий парня и попытка вернуть общение в агрессивное русло, контролирующее, иерархическое, невербальное давление на мальчика. Нет, я, конечно, понимаю, мат это человеческий язык. Паррирует неадекватность высказываний взрослого. Еще одна попытка выстроить равноправную модель переговоров. Ты умничаешься. Демонстрация слабой позиции. Попытка напасть из-за неправоты и отсутствия аргументов. На видео заметно, как она резко сближается с мальчиком, нарушая его личные границы. Ее руки расставлены в сторону буквы F. Попытка сформировать дополнительное физическое преимущество. Проявление доминантности. А голова смещена в сторону ребенка, что оказывает на него хорошее такое психологическое давление, заставляя закрываться, демонстрируя невозможность продолжения коммуникации из-за огромного накала эмоций, отворачиваться, в попытках дистанцироваться от опасности. И в последующем он будет отвечать криками из-за пребывания в тупике, растерянности и стрессе. Скорее всего, она пыталась проявлять доминирующее поведение еще до включения камеры. Предполагаю, что это основано на животном инстинкте. Она оценила размеры детей и подумала, что взять на ними контроль таким способом будет легче всего, как оно происходит у хищников. В своем старом видео о скрытых сигналах доминирования я уже демонстрировал это. Попытки стабилизировать конфликт вполне логично не воспринимаются такими людьми, а только провоцируют дополнительное давление. Растерянность и пребывание в состоянии сильного стресса заставляют мальчика отвечать оскорблениями, а он еще сильнее провоцирует женщину на агрессию. Она видит, что оппонент окончательно поддавлен, и не боится трясти его за одежду. Я сознательно не стал добавлять этот момент в видео, чтобы ютуб не расценил их как насилие. Вслед за ней мужчина прибегает тоже к угрозам, чтобы заставить ребенка принять их позицию, запугать и выделиться за счет него. Интересно отметить и то, что пара возвращается после оскорбления ребенка. Это может значить, что слова их задели и заставили почувствовать себя неуверенно, ведь подавить маленького человека не получилось, и они почему-то воспринимают его как соперника, конкурента. Да совсем! Пик неуверенности достигается в моменте, где женщина апеллирует к вышедшей соседке и своему старшинству. В ее голове не укладывается, что ребенок выставляет их дураками. Когда ничего не срабатывает, и мальчик пытается дать отпор, он не соглашается с их позицией, не прогинается. Мужчина переходит к жесткому доминированию, чтобы доказать свою правоту. Он резко сближается, пытается выстроить жесткую иерархию, нарушает границы ребенка, запугивает его, и его оскорбляет и не дает сказать ему ни слова. Писнили, вали отсюда, ты не понимаешь, по-русски еще со мной споришь, тебе удостоверение достать, и увезти тебя. Ребенок отворачивает взгляд, потому что не может справиться с напором и желает дистанцироваться. Что послужило причиной доминантного поведения взрослых? В первую очередь, скорее всего, попытка выплеснуть накопившиеся эмоции на объект, который не представляет никакой угрозы, что в последующем перерастает в наслаждение от ощущения власти, безнаказанности, собственной значимости и осознания силы. Ребенок находился в заведомо проигрышном положении, поскольку проигрывал им и в физических размерах, и опыте, и не смог оценить этого факта, и стал отстаивать правоту своих действий, вместо того, чтобы наступить от конфликта с такими людьми. В подобных конфликтах стоит также оценивать расположение силы. На стороне женщины находится мужчина, который берет на себя активную роль, и соседка, которая пассивно поддерживает их. На стороне мальчика находятся его друзья, ребята, которые занимают пассивную позицию, что может восприниматься оппонентами как принятие их точки зрения и неправоты оппонента, увеличивая их напор. А для объекта подавления это возможные факторы, которые могли бы встать на его сторону и позволить ощутить больше психологического преимущества, потому что его смелой и сильной позиции недостаточно, чтобы противостоять подобной угрозе. Взрослые очень часто пользуются этими факторами, чтобы проявлять доминантное положение по отношению к детям. Подсознательно они понимают, что ребенок не представляет для них никакой психологической и физической угрозы, и чувствуют свою силу и значимость перед ним. Когда они начинают напирать, и мальчик не выдерживает, и начинает плакать, и отворачивать свой взгляд, такие жесты заставили взрослых снизить свое воздействие. Скорее всего потому, что они подумали о последствиях и принимают наличие своей неправоты и слабости позиции. Этот факт говорит определенным образом лишь об уровне психологического развития этой пары. Чтобы чувствовать себя уверенней в таких ситуациях, важно сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям, а давая отчет в своих действиях. Это ставит человека в более выигрышное положение, ведь главная цель доминации – это подчинение своей воле. А проще всего этого добиться, когда человек не может контролировать свои эмоции. Однако в этом видео мы видим, как мальчик в ответ на агрессивное доминирование отстаивает себя, свое чувство комфорта и правоту. Ребенок находился в сильной позиции с точки зрения права. И он это понимал, потому что правда была на его стороне. Но в силу своего возраста он не мог вести такие переговоры со взрослыми на равных. У него, ну, для начала просто-напросто не было практики поведения в критических ситуациях. И была недостаточно развита система аргументации, чтобы донести свое мнение. Однако парадокс. Сама по себе коммуникация «ребенок-зрослый» не предполагает равного отношения. То есть в его случае переубедить взрослого чужого человека кажется невозможным, даже если бы он ссылался на конкретные существующие законы. Для мальчика это заведомо проигрышное положение, потому что взрослые, осознав свою силу и невозможность ребенка ответить на данные выпады, воспользовались ситуацией, чтобы удовлетворить потребность во власти и чувствовать собственной значимости. Но рассмотрим похожую ситуацию с противоположным исходом. Здесь мужчина сразу же начинает демонстрировать доминантность. Он разговаривает в очень грубом тоне и нарушает личные границы подростка, потому что осознает свое физическое превосходство. Увидев слабое противостояние, мужчина повышает градус, хватая парня за куртку и демонстрируя свои намерения словами. Парень знает, что он не может нанести им вреда, поэтому не реагирует на угрозы страхом и отвечает После долгих, безуспешных попыток запугивания мужчина отступает. Не замечали ли вы, что в подобной ситуации ребенок взрослый порой находится каждый из нас? Например, встречая начальника, кумира или даже просто сильного духом человека, несогласного с нашей позицией. Тогда мы из-за давления авторитета, неверной оценки ситуации или отсутствия аргументов совершаем разные глупости, позволяя над собой доминировать. Уверенность в себе и в собственных действиях очень часто может стать выходом из неприятного положения. Эту тему я уже разбирал в своем телеграме, поэтому не стану уделять ей большого количества времени. Там вы найдете множество теоретического и иногда даже практического материала на интересующие вопросы. Там вы сможете посмотреть разборы сериалов, которые вам нравятся, и личностей, которых очень часто просите. Ссылку я добавлю в описании. Нарушение личных границ один из главных и самых частых признаков доминантного поведения в конфликте. Например, в этом видео мужчина, почувствовавший свою силу и проявляющий доминантность, хватает парня за шею. Момент я опять же вырезаю, удерживая на нем взгляд и садится в упор, чтобы подавить психологически. На видео отчетливо видно, как парень отворачивает взгляд и пытается дистанцироваться. В большинстве случаев такие люди могут проявлять свою жестокость только по отношению к детям, ведь они не способны дать им отпор. В коммуникации с более взрослыми людьми подобные выпады пресекаются очень жестко, либо не несут такого эффекта и не дают чувства собственной власти и превосходства. В этом фрагменте мужчина пытается демонстрировать свою доминантность двум залоговым агентам, игнорируя их просьбы остановиться, за что получает выстрел из тазера. А здесь взрослый мужчина пресекает доминантное поведение на корню, в достаточно грубой форме, чтобы не допустить развития ситуации. Вы к квартиру пришли, наверное. И что? Я к Галине Ивановне пришел. Тон, звать. Весь потенциальный доминатор будет заходить все дальше, видя, что его поступки остаются безнаказанными. Однако, при неправильной оценке ситуации, такие попытки могут вызвать еще большую агрессию и даже спровоцировать драку. Поэтому иногда стоит просто избежать подобной коммуникации. В этом фрагменте мужчина парирует оскорбление своего оппонента, на что ему отвечает физической силой. Нет. А ты пи***ь? Успокоить и образумить агрессора практически невозможно, потому что в большинстве случаев человек заведомо негативно настроен к вам и, заметив, что вы даете слабину, он лишь усилит напор, как это было в видео от детской площадки. Здесь тоже мальчик объясняет неадекватность высказываний взрослого. Это достаточно уверенная попытка установить равную модель коммуникации и призвать к адекватности агрессоров. Нет, я, конечно, понимаю. Мат это километический язык. Однако, она тоже заканчивается провалом, поскольку оппоненты начинают отрицать объективную истину. Интересно, что зачастую агрессор, проявляющий доминантное поведение, может начать отступать, почувствовав превосходящую физическую или психологическую силу. В таком случае можно перехватить инициативу на себя и начинать доминировать над ним. Этот факт хорошо демонстрирует видео, в котором мужчина нападает на достаточно взрослых скейтеров за то, что они катались в общественном месте. Почувствовав слабость парней, он ненадолго берет ситуацию под контроль, распоряжаясь ей так, как это выгодно ему. Однако, уже через некоторое время парни теряют свое терпение и начинают демонстрировать силу. Реакцией на это служат его бегство и попытки уклониться. Для доминатора спусковым крючком является осознание собственной власти и наблюдение слабости оппонента. Неуверенность, которую мы демонстрируем невербально через возраст, силосложение, осанку, движение, походку или вербально в процессе речи. В большинстве случаев попытки образумить его заканчиваются провалом, а почувствовав безнаказанность своих действий, он начнет заходить все дальше и дальше, пока это требует цели. Однако, при неверной оценке своих возможностей, попытки прерывать доминатора могут усугубить наше положение, а демонстрация силы может спровоцировать его на агрессию. Стоит понимать, что каждая стрессовая ситуация в общении требует особого подхода, и чтобы сформировать правильную стратегию поведения, нужно учитывать множество факторов. Важно понимать, что формирует нашу сильную или слабую позицию, как элементы окружения играют за нас или против нас, какие факторы помогают повысить наш внутренний комфорт и уверенность. Обо всем этом я подробно рассказываю в новом мини-курсе «Стрессовая коммуникация». Этот курс о том, как проводить напряженные встречи и переговоры, не выдавая свое волнение и не поддаваться доминированию со стороны, даже если собеседник давит статусом и авторитетом. Но для начала, неважно, интересен вам курс или нет, предлагаю пройти психологический тест, который поможет определить уровень вашей уверенности в себе и решительности в стрессовых ситуациях, и получите определенные рекомендации, на что вам стоит обратить внимание, чтобы выходить из таких ситуаций достойно и красиво. И если вы досмотрели ролик до этого момента, то у меня для вас есть очень полезный подарок. Это эксклюзивно для подписчиков моего телеграм-канала. Я уже выложил первое практическое задание из этого курса. Оно поможет вам в формировании стрессоустойчивости и своей сильной позиции в переговорах и стрессовой коммуникации. И это абсолютно бесплатно. Поэтому переходите по ссылке, прокачивайте себя, заполняйте таблицу. И на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дурках и быть на шаг впереди.